Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа и ее ведущий Александр Глушенко. Сегодня у нас 15 выпуск. Отвечаем на вопрос Семена Полукеева, который к нам пришел этот вопрос дня три уже назад. Просто не успеваю всю эту ленту размотать, отмотать и так далее. Вопрос к вам не как к военному, а как к работнику системообразования. Я закончил физфак в одном из сибирских регионов, аспирантуру, пишу диссертацию. Не могу понять, почему постоянно ругают наше образование. На мой взгляд, я получил прекрасное образование, которое позволяет мне сейчас успешно заниматься наукой. Кроме того, я сравнивал учебные планы своего факультета с программами MIT. MIT это Массачусетский технологический институт, знаменитый во всем мире, находится в Америке. И прочих других престижных вузов. И могу сказать, что у нас было больше предметов, больше занятий по ним, больше объем программы, больше заданий, сложнее экзамены. Честно вам скажу, с точки зрения жизненного опыта, да, с высоты жизненного опыта, и проработав в той же системе образования, я вам прямо скажу, систему образования критикуют люди, которые давно с этой системой образования распрощались. Привожу вам элементарный, совершенно спокойный пример. Вы специалист, вы опытный специалист, вы закончили институт 20 лет назад. Институт, университет, неважно, может быть даже колледж. Пришли на свою сегодняшнюю должность, или проработали в карьерном плане там 10-20 лет и так далее. Вы уже имеете определенный опыт, потому что само по себе образование без практики, оно бессмысленно. Это схоластика называется, просто так вот, выучить определенный набор знаний. Это никому не нужно. И вот, кто критикует, кто ругает систему образования, объясняю. Ты специалист, допустим, главный инженер, проработавший 20 лет на этом предприятии. И к тебе приходит зеленый пацан из института или университета, со своими знаниями, но не имеющий практических навыков. То же самое, допустим, в системе образования-образования-образования. Ты директор школы, к тебе приходит молодой учитель, и ты, естественно, готов всегда указать ему на недостатки. Но на эти недостатки ты смотришь с точки зрения своего уже опыта. Не столько с точки зрения полученной суммы знаний в высшем учебном заведении, а с точки зрения опыта, который у тебя есть за спиной. И начинаешь этого молодого человека критиковать и говорить, а чему ж вы учите? Чему вы его научили при условии, что он пришел и вот тыкается здесь, как слепой котенок? Любой совершенно молодой специалист тыкается всегда, как слепой котенок. Кто поумнее, по предприимчивее, ну может быть с иным складом ума, тот перестанет быть слепым котенком через три месяца. Кто-то перестанет быть слепым котенком через три года. А кто-то сделает карьеру совершенно в другой области. Давайте сейчас в разделе системы образования поговорим немножко о другом. О том, куда идут наши выпускники. Вот я проработал там какое-то время в полидже, какое-то время в Государственном техническом университете, да? На высоких должностях, в основном административных, но и вел ряд там дисциплин. Куда они идут? Я проанализировал, я вижу этих людей. Город у нас достаточно крупный, близкий к миллиону, но я вижу, что часть из них выпускники технических, даже связанных с IT-факультетов и отделений продают сотовые телефоны. Это недостойно. Часть из них работает, представляете, просто в бригадах по ремонту квартир и строительству дач. Я вижу это. Часть из них ушла, записалась в полицию, потому что там более-менее платят и есть вакантные должности. Причем независимо от своей вузовской или колледжской специальности. Просто пошли в полицию. Теперь задаем вопрос. Каково жалование ученого или преподавателя в системе высшего образования или в системе Академии наук? Жалование нищенское, я вам прямо скажу. Я знаю профессора, который... Ну, мой личный друг, профессор. Он получает 25-30 тысяч. В зависимости от того, какую нагрузку ему в этом учебном году нарисуют. Но при этом мы знаем, что в научно развитых странах, в странах, являющемся флагманами технологий, ну, скажем, в Европе, в Америке, ученый, профессор, преподаватель вуза – это наиболее высокооплачиваемая категория людей. Теперь взаимозаменяемость образования. Я ее тоже проанализировал. Самым взаимозаменяемым образованием на сегодняшний день, по моему выводу, является военное образование, которое получают российские военные. Да, проанализировал судьбу некоторых моих близких товарищей, которые сумели, уехав в другие страны, восстановиться на военной службе и достичь достаточно приличных карьерных ступеней. На втором месте по взаимозаменяемости находятся технари, в основном айтишники, да, талантливейшие люди, потому что их хорошо здесь готовили. На третьем месте, наверное, гуманитарии, ну, экономисты, юристы, этих назовем гуманитариями, потому что это самые распространенные гуманитарные профессии. И на четвертом, скорее всего, медицинские и, естественно, научные. Да, вот так получилось. Я знаю лично человека, который мой личный друг, очень большой друг, уехал в Израиль аж в 90-е, но в 2000-х ему пришлось вернуться, потому что он свою медицинскую профессию подтвердить не смог. Да, не смог подтвердить диплом Российского медицинского университета. Ничего не сделаешь. Поэтому вот не буду сейчас затягивать ответ на этот ваш вопрос, уважаемый Семен. Дело в том, что вы задали их три. Самый главный вопрос не в том, можно ли заниматься наукой и нужно ли заниматься наукой. Самый главный вопрос в удовлетворении через свою профессию, своих потребностей. Вся история человечества – это история удовлетворения потребностей. Давайте подумаем, может ли сегодня молодой ученый или просто ученый, преподаватель вуза, доцент, профессор удовлетворить свои потребности. Извините, потребности бывают двух видов – материальные и духовные. Может ли он купить квартиру, может ли он купить приличный автомобиль, может ли он заиметь там что-то типа дачи, например. Может ли он позволить себе ежегодную поездку за границу. Я сужу о том, что, сужу по своим знакомым, по своим друзьям, что представители сегодняшнего образования и сегодняшней науки этого сделать не могут. Или могут, но не в полной мере. Какой-то один из пунктиков из этого выпадает. Вы сейчас скажете, не в деньгах счастье. Когда человек достигает определенного уровня своего развития, определенного, ну скажем так, определенной просто отсечки в своей судьбе и оглядывается и говорит, «А вот за моей спиной стоит трое детей, трое детей, которые живут вместе с моей семьей и моими родителями в одной двухкомнатной квартире», вот тогда вы начинаете задать вопрос о возможности удовлетворения своих материальных потребностей. Иногда вы хотите удовлетворить свои духовные потребности, но вам это не всегда доступно. Я имею в виду пойти на дорогой концерт, пойти на дорогой спектакль серьезных гастролей, поехать в туристическую поездку, чтобы ознакомиться с какими-то историческими ценностями. Не всегда, не всегда это получается. Есть организованные там корпоративные поездки по различным родам грантам. Я знаю, что все наши ученые и все наши педагоги крупные, вузовские за это дело дрожат. Ребят, так быть не должно. Так быть не должно. Поэтому еще раз, уважаемый Семен, просто вот склоняюсь к тому, что критика молодого специалиста – это дурь. Молодого специалиста нужно не критиковать и не блевать на систему образования. И не обзывать систему образования. Там работают подвижники на сегодняшний день, просто подвижники, бессребренники. Это люди, которые просто работают ради того, чтобы передать свои знания, передать свою энергию, систему мышления и так далее, и так далее. Критиковать систему образования нельзя за кадровый состав. Бороться с системой образования в смысле финансирования и перспективы выпускников, естественно, нужно. Спасибо вам, спасибо, друзья, за ваше внимание, всего доброго, распространяйте это видео, спорьте, присылайте, присылайте как можно больше вопросов. А на ваши вопросы, Семен, мы продолжим ответить, там еще несколько подвопросов было. Я буду очень рад это сделать, потому что вопросы достаточно умные. Спасибо. До свидания. Пока.